здравствуйте друзья в эфире программа клиника доктора ведова ведущий василий богданов и наш эксперт юрий владимирович ведов здравствуйте юрий владимирович добрый день друзья сегодня мы поговорим вот о чем в 2019-20 годах весь мир жил живет в условиях паники вызванные коронавирусом так называемым и при этом мы немножечко забыли что вообще-то на самом деле до этого каждый год миллионы людей заболевали гриппом урви урз простудой как это ни назови в том числе и с осложнениями видев пневмонии вот и да значит каждый там 10-20 лет человечество накрывает большая волна но и между этими волнами все равно это огромное число заболеваний сегодня мы поговорим о том а вообще какие существуют методы способы снизить риски такого рода заболеваний вирусных коронавирусных там бактериальных и прочее и сразу хочу отметить что существует два принципиально разных подхода один из них европейский американский и в том числе российский и есть восточная медицина с которой мы знакомы очень мало и вот сегодня я попрошу вас рассказать а как справляются с вирусными коронавирус и прочими пневмониями и заболеваниями в китае на востоке в юго-восточной азии в 2019 году когда началась эпидемия коронавируса в китае они конечно подняли все свои и традиционные китайские препараты и официально и в 20 клиниках они начали проводить исследования на первое место вышел препарат эффективности да по эффективности именно лечение коронавируса препарат линьхуа циньвень этот препарат он еще использовался в 2003 году тогда был такой доктор и лин который виде отваров по старым старым рецептам сделал состав который прекрасно лечил и а типичную пневмонию как раз тогда была эпидемия типичной пневмонии потом пробовали и на птичьем гриппе и на эболе и на других вирусных заболеваниях и когда пришел коронавирус в 20 клиниках начали проводить исследования результаты они были фантастические расскажите в двух словах в чем принцип действия вот этого препарата вообще чем он чем он отличается от наших традиционных что ли называется методов лечения в традиционной нашей медицине или скажем в аллопатической медицине потому что традиционно медицина она вообще-то натурально медицина стара destru на современно support камня немножко изменились понятия вот как раз та медицина традиционная а современная является аллопатическая basedống таким примером аттестической да то есть у человека жар ему дают жаропонижающие у человека боль дает безболище вот человека кашель дают отхартивающие совершенно другой принцип в старой медицине как как в нашей отечественной, так и в китайской. И вот я специально линь-хуа стал изучать, к чему я пришёл, что препарат, каким образом он работает. То есть человек заболевает, допустим, коронавирусной инфекцией, у него поднимается жар, температура, это скопление энергии ян, вот этой активной, и когда, если наступает, ну, первоначально пневмония, она тромботического характера, то есть тромбируются сосуды, которые питают лёгкие, и начинается воспаление лёгких, отёк, идёт скопление этой энергии, и что придумали вот как раз врачи традиционно-китайской медицины. Они не стали давать, допустим, антибиотики, не стали давать какие-то сильные действия, ну, и в традиционно-китайской медицине, у них другие принципы, они просто стали рассматривать меридиан лёгких, идёт скопление янской энергии, а лёгкие – это орган синьской энергии. И они стали давать препараты… А там что при этом плохо получается? То есть там забиваются альвеолы, так сказать, там прекращается доступ к крови, вот эти тромбозы, что там происходит? Ну, первоначально это уже в Италии, когда при вскрытии пациентов они обнаружили, что когда они пациентов ковидных вскрывали, что мелкие капиллярные сосуды, которые питают лёгкие, они тромбируются, и нарушается газообмен. Нарушается газообмен, начинают лопаться альвеолы в лёгких, а лёгкие – это 300 миллионов альвеол. Начинается отёчность, и с корневой части постепенно происходит отёк, и часть лёгких… Перестает работать. Да, они полностью выходят из газообмена. У меня были пациенты, у которых до 85% вот этой отёчности. То есть, человек дышит, а ему не хватает кислорода, чтобы весь организм обеспечить? Может не хватать. У меня были пациенты, у которых 80% поражены лёгкие, сатурация, то есть, насыщенность кислородом крови нормальная – 98, и при этом человек подебает, то есть, ещё буквально неделя, и всё полностью, он не сможет уже дышать. То есть, очень заболевание нестандартное. Это в случае пневмонии, так. Это пневмония, да. Что сделали в данном случае вот этот доктор Ильин? Он стал делать составы, которые бы… Отход вот этой энергии или облегчение янской энергии, то есть, они перенаправили энергию в меридиан почек, то есть, пошёл отток через почки, затем через толстый тишечник, а мы знаем, что меридиан лёгких, он связан именно с толстым тишечником, с почками, и меридиан печени. И таким образом состав, там довольно сложный, там 14 составляющих. Растительных препаратов там, да? Да. Туда входит жимолость, туда входит плоды форзиции, абрикос, как отхаркивающее средство – это корень ревеня, туда входит радиола розовая, причём с другими компонентами, она играет роль в данном случае поднятия иммунитета и как кроверазжижающая. Вот как раз работая с меридианом печени, через печень, а если в нашей медицине печень – это только один орган, в китайской медицине три органа. Это сам орган, потом меридиан печени и чудесный орган, так называемый, это гормональный орган. И в данном случае через радиолу розовую идёт воздействие на этот меридиан как кроверазжижающая, то есть, как антикоагулянт, а щитовник, он играет как раз уже гормональную роль, то есть, две функции печени. То есть, там совершенно другой подход, и результат он фантастический оказался. То есть, этот препарат в Китае вышел на первое место среди традиционных препаратов. А он что стал делать? Он стал вот эту отёчность лёгких, вот эти загрязнения, которые там находятся, стал их выводить, очищать через почки и печень и эвакуировать через толстый кишечник и мочевой пузырь. Да. Через печень как раз стал уходить тромбоз, то есть, это кроверазжающий эффект. Через почки вот эта янская энергия стала уходить отёчность. И как раз отход через толстый кишечник, уже вот эта корневая часть лёгких, она стала освобождаться. И, ну, первоначально, конечно, они, когда клинику проводили, они проводили как эксперимент отдельно. Когда результаты пошли, они добавили уже официальные препараты, и официальное лечение усилилось, ну, на 20-30% быстрее. То есть, и температура стала понижаться, и отхаркивающий эффект, и воспаление лёгких стало проходить, стала уходить слабость, повышаться иммунитет, то есть, результат он превзошёл ожидания. Смотрите, вы сейчас большой акцент сделали именно на случай лечения пневмонии, а я ещё хочу спросить, а всё-таки о при более лёгких состояниях, ну, вот грипп обычный, так сказать, недоходящий до пневмонии, там, ОРЗ, ОРВИ, то что-то такое, здесь тоже этот препарат работает? Да, несколько видов гриппа тоже проводились исследования, результаты хорошие. Я в прошлом году был в Китае, тоже познакомился с этим препаратом, привёз, и первоначально, вот в 2019 году сезонная грипп, простуда, риновирус, и я стал давать, там результаты хорошие. То есть, это, можно сказать, хороший натуральный антибиотик. Если я правильно понимаю, что у нас, вот мы, там, в Китае, мы по-разному интерпретируем или относимся, что ли, к препаратам, которые помогают восстанавливать здоровье. Вот есть понятие лечебный препарат, есть понятие, ну, не знаю, там, дополнительный, что ли, препарат, там, биологически активная добавка, биологически активные вещества. Вот как правильно позиционировать вот этот леньхуа? Это как что больше? В Китае это был, скажем, там, несколько сотен лет назад просто препарат традиционной китайской медицины. В 2003 году он начал использоваться при атипичной пневмонии как отвар и дал хорошие результаты. Потом сделали как порошок, потом как капсулы. И когда результаты во многих клиниках стали проводить тестирование, результаты оказались хорошие, его сделали официальным лекарственным. Но самое интересное, что даже FDA США в 2015 году, они тоже провели первое предклиническое исследование, результаты оказались хорошие, и вот в течение четырёх лет проводились клинические испытания. Сейчас уже FDA будет, он разрешит в Америке леньхуа использовать как лекарственный препарат. Будет продаваться официально во всех аптеках Америке. Ну, смотрите, когда он тоже у нас начнёт продаваться, либо как БАД, либо как лекарство, значит, тоже наши телезрители смогут, наверное, попробовать. Дайте тогда несколько советов, как его использовать. Можно ли его воспринимать как безрецептурный препарат? Или нужно обязательно посоветоваться с врачом? Как его пить, в каком объёме, какой курс лечения, при каких ситуациях? Везде по-разному. Допустим, в Узбекистане, в других странах Минздрав местный разрешил безрецептурно продавать этот препарат, потому что были хорошие результаты. В Тиргизстане, допустим, правительство разрешило быстро провести клинические исследования и выдали сертификацию как официальный препарат. В странах Южной Азии во многих там сертифицирован как БАД. То есть, везде по-разному. Но главное, что есть результат хороший. Наверное, последний вопрос. Как вы считаете, наша медицина будет всё-таки двигаться к тому, чтобы сочетать в практиках своих и аллопатическую медицину и народную медицину, восточную или русскую, или ещё какую? Очень многие врачи, особенно частные врачи, они, конечно, используют натуральные препараты. Да, то есть, тенденция очень большая, потому что в Титае тоже не только традиционная китайская медицина, там как раз произошло слияние. В Титае на сегодняшний день 90% всех больных коронавирусом, помимо аллопатической медицины, они используют и препараты традиционной китайской медицины. Ну, будем надеяться, что с развитием нашей всеобщей грамотности и понимания того, что наши предки тоже знали очень много, и много из этого у нас потеряно. И рано или поздно мы придём к тому, что мы не будем отказываться ни от чего. Мы будем использовать и лучшие достижения аллопатической медицины, и лучшие достижения народной. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Клиника доктора Ведова» с Юрием Владимировичем Ведовым, вёл программу Василий Богданов. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»